То, что касается Туртапинского предыдущего региона, я думаю, что, наверное, и на этом тоже примере, может быть, всем нам и получиться, и органом местным, самым управленным, так как не нужно делать, какие нужно иметь подходы к строительству данных объектов. Хорошо, что у нас есть активные жители, инициативные жители, и совершенно логично, что они у нас оказались в нашем экологическом совете. Но понятно, что ситуация с Туртапинским полигоном понятна, из нее надо сделать определенные выводы, а у нас ситуация в связи с этим в том числе обострилась по захоронению твердых бытовых отходов. Поэтому по данной ситуации, Алексей Степанович совершенно справедливо сказал, вчера или позавчера, да, в понедельник собирались, вот Игорь Львович тоже инициировал совещание с депутатами, как раз обсуждали стратегию дальнейшего развития, какие-то предложения, прежде чем, как бы, Александр Анатольевичу дать слово, как бы, общую стратегию, общую ситуацию, в общем, обсуждали. Да, мы с депутатами собирались не только там, поэтому вопрос, вот, общаться с лободневным вопросом, да, и один из лободневных вопросов, конечно, это сегодня, вообще, вопрос, сбора и утилизации флотных бытовых отходов. Действительно, та ситуация, которую сегодня, вот, Юлия здесь положила, информировала, мы в рамках областной целевой программы оказались в очень, как мы скажем так, нехорошей ситуации, вот, и из всего этого должны сделать, как бы, определенные выводы. Вот, ну, проблему надо решать, проблема сегодня твердых бытовых отходов, как здесь действительно, она актуальна для всех территорий, все хотят жить в экологически чистых городах, в экологически чистых районах, вот, видение, мы проанализировали, вот, всю ситуацию, наши с депутатами обсуждали следующую ситуацию. С 1 июля, по всей видимости, с вероятностью 99%, что Курсинский методургический завод вынужден прекратить прием твердых бытовых отходов на полигон длижней песочной, который находится. На этом полигоне, значит, есть и законодательно еще в 97-м году был выделен земельный участок и под вторую карту. И там есть возможность сегодня сделать вторую карту полигона. И вопрос этот тоже будет сегодня прорабатываться. Ну, с учетом, в общем-то, там, и общественного мнения, да, и с учетом того, что никто сегодня не хочет жить рядом с, значит, полигонами, хотя мы должны сегодня реально понимать, что те полигоны и та попытка сделать вот на этом участке, значит, полигон, это не тот полигон, это не Павловская свалка, это даже, скажем так, не тот, та свалка, к которой мы традиционно привыкли. Вообще планировалось здесь, и сегодня эти подходы, вот в рамках областной программы, они везде одинаковые. Строятся не свалки, строятся полигоны твердых бытовых отходов с полным комплексом, переработки их, там, с сортировками, там, с утилизациями, с уплотнениями и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот правила сегодня трактуют, что вот эта 15-километровая зона, есть вопросы, конечно, сегодня, как я показал, и по, там, значит, грунтовым водам. Значит, поэтому вопрос по размещению второй карты, получение разрешения на строительство и реализацию этого проекта второй карты на полигоны существующим, он тоже сегодня, как бы, будет требовать серьезной проработки. И вот как в этой ситуации, значит, окончательное решение там поставил суд, я не знаю, до какого пути мы дойдем в результате дискуссии между властью, собственником полигона и обществом, это покажет время, но очевидно, что эта дискуссия, она в любом случае, наверное, будет. И вопрос, скажем так, мы будем выходить, будем вместе, значит, с заводом, который сегодня уже к нам обратился для того, чтобы мы объявили публичное слушание, мы будем эту карту предлагать для использования в этом. Что дальше будет, это, скажем так, мы в рамках открытого диалога, как я уже сказал, с учетом, значит, истории Турдактинского полигона, мы, наверное, вместе с вами выводы сделаем и ошибок, чтобы было у нас как можно меньше. Что касается текущей ситуации, значит, администрация сегодня, значит, следующим образом рассматривает путь решения этой вот важной проблемы с 1 июля, когда город может быть поставлен перед выбором, что некуда, перед ситуацией, когда некуда девать в орден бытовой отходы. Нами на сегодняшний день где-то с вероятностью 70% или на 70% проработан вопрос заключения договора. Мы нашли наиболее близкую, как вы знаете, ни в Навашино, ни в Кулебаках полигонов нет. Там есть свалки, которые, скажем так, сваливаются в открытом лесу, и которые прокуратура уже там каждый год закрывает, и каждый год там продлевает, там просто, скажем так, помойки, потому что, извиняюсь за такое. Вот, поэтому возить нам, не заимствовать, чтобы у нас кто-то на это время принял, нам никто, скажем так, не даст такой возможности. На сегодняшний день мы нашли, значит, полигон, который имеет разрешение, значит, имеет возможность принятия отходов Гремячева. Это находится в 74 километрах. Полигон небольшой, участвует там порядка бывшей выработкой карьеры, порядка 70, порядка 4 гектар. До туда у нас 74 километра. Мы провели сейчас расчеты, значит, и ведем переговоры, значит, о приемке куда наших отходов, которые мы, возможно, придется нам возить, как я уже сказал, с 1 июля. Полигон или возможность приема полигона, она не очень, скажем так, большая. Мы предполагаем, что через полгода, максимум через год, наверное, уже этот полигон тоже не сможет, или эта карта не сможет принимать вот эти отходы нашего муниципального образования. Перед нами стоит параллельно. Мы, у нас в запасе получается в лучшем случае год. Параллельно мы, значит, сейчас ведем работу и тоже будем в рамках генерального плана ее обсуждать. Идем на то, что будем писать, вращаться с правительством с просьбой о исключении нас из огласной программы в рамках создания межмуниципального полигона и выделяем земельный участок в районе деревни Новая, значит, где-то общей площадью порядка 50 гектар, для того, чтобы город на ближайшие, там, я не знаю, 50-100 лет забыл, скажем так, вот эту вот проблему. Мы постоянно до этого полигона, до этой площадки, мы сделали предварительное изыскание в пятницу, пробурили скважину на 72 метра. Пока по составу грунтов, не говорим пока о официальных заключениях, значит, грунты там неплохие для размещения полигона. Первоначально мы рассматривали площадку, понимаем, что за всем за этим стоит экономика, и оплачивать транспортировку, утилизацию будут наши граждане, поэтому мы не стараемся заботиться о их платежах. Первоначально мы рассматривали площадку, выксунсы знают, это между Новой Дмитриевкой и Вилей, есть деревня Чураевка, была деревня Чураевка, там общая площадь земельных сельхозназначений порядка 160 гектар, мы там смело могли найти необходимую площадь для размещения полигона, и расстояние здесь порядка 18 километров, это не 46, это не 74, это порядка 18 километров. От дороги, от основной трассы, это в сторону леса 2 километра, то есть площадка по всем параметрам так бы подходила, и с точки зрения логистики, и с точки зрения экономики. Но посмотрев рельеф и посмотрев, что все это находится, эта деревня находится в верховьях нашей гидросистемы прудов, это и вильский пруд, и запасный пруд, мы не стали здесь больше испытывать судьбу, как, скажем так, вот здесь по трутарке, и решили, вот выходим с таким предложением, мы с депутатами это обсуждали, и в генеральный план, вот, приглашаем всех в диалог, в обсуждение этой площадки, чем больше будет критических замечаний, тем наши решения будут, как бы, более, ну, как бы, продуманные. Поэтому планируем таким образом, что сейчас обращаемся в область по переводе этого земельного участка из земельных сельскохозназначения в землепромышленности, оформляем его в муниципальную собственность, а далее выходим на поиск инвестора для, значит, то ли всей этой карты 50, то ли необходимых, там, 10-14 гектар для привлечения инвестиционных средств для строительства полигона. В условиях инвестиционного контракта предполагаем жесткие сроки строительства, жесткие сроки проработки всей проектно-смертной документации, вот, в общем-то, такое решение сегодня. Оно, конечно, вот пока мы только с депутатами это обсудили, на широкую общественность не выносили, вот, пользуясь случаем, пожалуйста, давайте, значит, эту информацию обсуждать, давайте говорим. Почему будем обращаться в область о том, чтобы выйти из областной программы, которая подразумевает именно межмуниципальные полигоны? Потому что понимаем, что, как я уже сказал, что ни в Навашино, ни в Кулебаках полигонов нет, и проблема там утилизации мусора стоит, значит, еще острее, чем у нас. И если вот нам будет, или рассматриваться наш полигон как межмуниципальный, то мы понимаем, что весь поток мусоровозов из Кулебака с Навашино, он пойдет через город, что крайне, скажем, так недопустимо, потому что это, ну, как бы, нам, значит, негативно скажется и так на наших дорогах, на нашем транспортном прототе. Вот такое сегодня видение и движение администрации для решения. Ну да, то есть общая ситуация по захоронениям, она, ну, как бы сейчас понятна уже, да, для всех. Существует, ну, несколько вариантов, наверное, выхода из этой ситуации. Один из которых Игорь Ильич уже обозначил, это как строительство нового полигона. Наряду с этим существуют и другие варианты, один из которых сейчас, ну, там, Александр Анатольевич, да, Кулебак? Желаем. Да, готовы, да, Игорь? Игорь Ильич, еще вопрос. А почему не рассматривается вопрос вообще по мусоропереработке, то есть заводам, которые минимально отходы поставляют? Мы, значит, готовы сегодня, как бы, открыты для любого рода предложения. Мы знаем, что сегодня есть, как по ученым, значит, на рынке, в общем-то, есть предложения по размещению заводов, у которых нулевая санитарная зона, их можно, ну, образно говоря, в жилом квартале поставить там и так далее. Но так как и в случае у нас вот с этим, с аэродромом, да, может получиться так, что там, где присутствует мусор, ТБО, там сразу, даже если завод сам по себе будет экологически чистый, да, но складирование мусора, которая буферная зона, она никто ее не отменит, он же не моментально будет это поглощать, вот, само по себе оно потянет вот трудности, которые инвесторы. Мы не хотим больше инвестора создавать, вот, скажем так, трудности. На рынке предложений много, значит, и европейские технологии приходят, и мы знаем, что Подмосковье от мусоросжигательных заводов все ушло. Была попытка, Лужков завел три года, но все, скажем так, они потом остановились. Россия, нигде в России сегодня по мусоросжиганию не идет. Весь Запад переходит на биотехнологии, биотехнологии очень дорогие. Мы реально смотрим на вещи и думаем, что те вот современные технологии, которые наш ни один российский инвестор просто это не потянет. Они могут сегодня, значит, работать на тех, на таких объемах, которые там московские города, где население там 400-500 тысяч. Мы реально должны смотреть на вещи. Для того, чтобы наш мусор, значит, инвестиции вернуть, это капля в море. Поэтому мы все же с учетом сложности и узкого временного интервала, который нам отведем, лучше журавль, скажем так, в руках, чем синица в мире. Хотя мы сегодня не исключаем, и когда при выборе предложения инвестора, конечно, бы в идеале, чтобы на той площадке построен был завод, который бы, значит, не копил эти там, как я сказал, хотя мы с запасом на 50-100 лет, чтобы он их перерабатывал. Мы готовы дать сегодня точки подключения для того, чтобы та же самая новенькая потребляла эту электроэнергию и так далее. Найдется такой энергии? Мы с удовольствием. Ну, я вот как раз и говорю про то, что вот тот вариант, который предложила администрация, и те варианты, которые мы и сегодня будем рассматривать, да, не исключено, что вот тот диалог, который уже начнет, да, по этой проблеме, приведет к тому, что там, ну, будет, может быть, какой-то найден промежуточный вариант, который устроит, как бы, и всех, да, и место, как скажем, расположения этого полигона, и в том числе и строительство. Ну, да, если не исключено, что какой-то будет средний вариант найден, не обязательно там или тот, или этот, или этот. То есть, естественно, будет все рассчитываться, да, и экологика, и экономика, мы никуда от этого не денемся. И все-все-все. Поэтому... А вообще еще вот я хотел бы пользу услышать, да, просто приношу извинения, у нас сейчас там уже штабное обучение, в 8-е, я, наверное, вынужден покинуть, да, но все предложения, которые здесь будут, да, и презентации, я их с удовольствием посмотрю, вот, и обязательно открытность. Но, пользуясь присутствием здесь людей, которые беспокоены экологической ситуацией, я бы просил сегодня включиться в работу, которую в администрации сейчас вынуждены будет, это нашему городу сейчас в рамках, чтобы мы как можно меньше из карманов наших бабушек и дедушек платили за эти 74 километра транспортировки, чтобы мы создали систему и поучаствовали в создании системы раздельного сбора мусора. Потому что, когда мы пластиковые бутылки, которые ни одна машина не снимает, закрытые, которые мы выбрасываем, будем возить за 74 километра, это слишком дорого нам. Лучше... Если мы... Давайте каким-то образом включимся в работу и привлечем бизнес, и давайте продумаем модели, какие общественные, там, экономические, для того, чтобы нам в ближайшее время, или хотя бы к июлю месяцу, к первому июлю, создать систему раздельного сбора мусора. Вот в этом я прошу и обращаюсь к экологическому совету, чтобы оказали совместную работу по участвованию с администрацией, решили на эту проблему. Мы готовы, наверное, вместе с депутатским корпусом пойти вплоть на то, чтобы датировать, если мы увидим сегодня, что кто-то возьмётся это и будет вывозить с территории городского округа пластик, сдавать куда-то другие территории на москоперерабатывающие заводы. Если сегодня экономика не вяжется, и там не хватает, скажем так, рубля для того, чтобы выстроить положительную экономику, мы, наверное, готовы сегодня, вот в этой, чем платить 34 рубля за утилизацию и порядка там ещё 100 рублей за транспортировку, за каждую, лучше нам рубль или сколько найти, как простимулировать вот этого, для того, чтобы этот бизнес стал выгоднее.